С 25 по 28 октября в плавательном бассейне 2 детско-юношеской спортивной школы Сочи проходил третий традиционный краевой турнир по плаванию на призы мастера спорта международного класса серебряного призера Кубка Европы Виктора Алябьева. С каждым годом турнир набирает большую популярность среди юных спортсменов Краснодарского края. Соревнования являются отправной точкой нового спортивного сезона 2019-2020 года. В них принимают участие сильнейшие пловцы в возрасте от 10 до 19 лет. В этом году количество участников рекордное – 752 человека из 11 городов и районов нашего края. У нас 24 дистанции и самое интересное, что количество участников у нас в этом году рекордное – 750 человек заявлено. Это рекорд, я думаю, для всего края, потому что столько еще мы никогда не принимали такого количества. Популяризация, мы сегодня плавание идет, мы сегодня имеем, что начинаем соревнования в 9, а закончим в 7 вечера. Мы взяли только Краснодарский край, потому что всех желающих с России мы принять физически не сможем, а 10 городов Краснодарского края принимают в этом участие. Сильнейшие пловцы съехались, меряются силами, посмотрим, кто победит. Соревнуются ребята на дистанциях 50, 100 и 200 метров и еще 400 метров вольный стиль. И всеми способами. Баттерфляй, спина, брас и бельфин. Основная наша дистанция – это на той, которую Виктор Алябьев на Кубке Европы занял серебряную медаль, это 100 метров на спине, там еще будет специальный приз. А так у нас медали грамоты, которые предоставило Министерство спорта Краснодарского края. У нас 4 возрастные категории, мы постарались всех ребят, которые занимаются плаванием в городе Сочи, задействовать. Это с 2004 года рождения и до 2011. Наши ребята, скажем, годом все становится конкурентоспособнее, и результат у них растет. У нас подрастают наши звездочки, которые сейчас выступали уже на Южном федеральном округе, неплохо проплыли. Девочка у нас выполнила кандидата в мастера спорта. То есть результаты есть, и мы стремимся дальше. В Сочи представляли 475 сильнейших пловцов. Ребята боролись за призовые места в 4 возрастных группах – 11-12, 13-14, 15-16, 17 лет и старше. В связи с большим количеством участников соревнования пришлось разбить на три сессии, чтобы каждый спортсмен смог хорошо размяться перед стартом и показать свой наилучший результат и повысить разряд. Поезжал в Краснодар, а так в основном на всех соревнованиях от ОБСЭН. Я по дистанции 100 метров в вольный стиль, занимаюсь уже два года. Ну, мне кажется, я довольна своим результатом, потому что я выжил из себя все, что мог. Просто я с детства люблю плавать и как бы на море приехала ради того, чтобы заниматься плаванием и люблю плавать, люблю воду. Представляю школу ЦСКА, занимаюсь 3-4 года уже. Но на соревнованиях, конечно, сложно. Нелегко поплыть дистанцию и улучшить результат. Второй взрослый разряд. Но соревнований у меня было много краевых. Сколько медали уже металлургами? 10. Я вообще плаваю и батом, и кролем, и комплексом. Правда, я не умею плавать брасом. Я сначала ходила просто так. Я даже не поняла, почему я решила выбрать плавание. В итоге потом мне предложили перейти в спортивную группу. Но так я оказалась здесь, в ЦСКА. Я тренируюсь уже 9 лет плаванием. Уступала за клуб «Плавец». Его представляла. Плавала сегодня 50 бат. Жалко, конечно, что спину не выбрала. Вообще я спинистка. На соревнованиях у меня очень было много соревнований. Я даже не знаю, какие самые были важные. Наверное, все самые важные. На всех ходах хорошо проплыть. И вообще я сюда переехала жить. Я с другой области. И сюда у меня разряд кандидатов. То есть я с ним уже приехала. И хочу выполнить мастера к январю. Тренер у меня оперов Владимир Алексеевич. И благодарю ему, я думаю, я выполню мастера. Пропала 50 бат. Пропала за 29,79. Это не самый мой хороший результат. Получается, я пропала чуть хуже своего лучшего. Конкурентов не было. Но там всего был один заплыв. Насчет Алябьева я вижу его первый раз. Потому что я первый раз участвую в этих соревнованиях. Получается, медаль у меня около 100 где-то за 9 лет плавания. Участвовала. Наверное, самые крупные были. Это «Веселый дельфин». Но туда ездила еще в 16-м году. Я была еще маленькая. Участвовала в всероссийских соревнованиях. У нас проводится Кубок Сибири. Когда я еще жила в Бургутской области. Там я занимала где-то первые, вторые, третьи места. Важные еще. Хочу съездить еще на всероссийские соревнования. И занять что-нибудь в январе. Ну и мастеру выполнить. В первый день турнира участники соревновались в дистанциях 50 метров баттерфляем, 200 брасом, 100 и 400 метров вольным стилем и 50 метров на спине. Кстати, именно в плавании на спине в свое время отличился мастер спорта международного класса. В 1975 году Виктор Викторович Алябьев стал серебряным призером чемпионата Европы. А теперь юные пловцы борются между собой за его призы. Турнир проводится уже третий год. В прошлом году полный состав не смог приехать из-за погодных условий. Надеюсь, в этом году будут хорошие результаты. Я подготовил призы, так как я плавал на спине, основные у меня результаты были. То есть победителям всех трех подгрупп в плавании 100 метров на спине будут вручены вот такие специальные призы. Это такая сумка специальная для плотцов, которая не промокает, можно постоянно пользоваться. По сравнению с первым годом проведения турнира количество участников увеличилось. Сейчас мне главный судья сказал, что порядка 750 человек практически из очень многих регионов Краснодарского края. Турнир будет проводиться в трех режимах. Старшая группа сейчас начнут, потом попозже средняя и младшая группа. Потому что бассейн уже просто не вмешает такой огромной турнирской участникам. Мы вовремя плавали. Мы полностью погружались в плавание. Приходили за час, за полтора. Сейчас у детей гораздо больше интереса, возможностей и так далее. Но я надеюсь, что все-таки это переломится и будет развиваться лучше и лучше. На соревнованиях присутствовал и тренер Виктора Алябьева Валентин Дмитриевич Федосеев. Кстати, с 4 по 7 апреля в плавательном бассейне 2-й детско-юношеской спортшколы Сочи состоится краевой турнир по плаванию на призы заслуженного работника физической культуры и спорта Кубани. Работал я с ними очень долго. Где-то в 16 лет он выполнил мастера спорта уже. Потом он попал в сборную России. Тренировался в сборной СССР. На чемпионате Европы он занял второе место за сборную СССР. Сейчас я рад, что его соревнования наметили. Также наметили и мои соревнования. В честь меня тоже соревнования на призы Федосеева, заслуженного работника культуры. Я очень доволен. Пришел посмотреть еще, как проходят эти соревнования. Я смотрю, массовость, конечно, очень большая. Сейчас в Сочи, тем более, наехало много людей. Сказали, что 60 тысяч приехало в Сочи. Вот, естественно, много детей. Вот сейчас все идут сюда обучаться. Вот, очень много детей идет на обучение. Даже некоторым не хватает места. Бассейны нужны. Еще бассейны. Потому что, чтобы всех охватить, нужно еще бассейны строить. А у нас в Сочи пока не строят бассейны. Тренерский состав из старых остались. То есть, пенсионеры у нас остались. Постников – это мой первый мастер спорта. Он сейчас работает здесь еще. Вот. Сущинская, Максименко, Людмила Львовна и Вышинская. Это из старых. Все остальные – молодежь. Молодежь все от 22 до 30 лет. Очень много молодежи. Раньше у нас было где-то 6 тренеров. Сейчас 16 тренеров работает. Так что молодежи много работает. В те времена, конечно, у нас было меньше народа. Больше времени в бассейне. Потому что сейчас мало времени в бассейне. Их не хватает. Я не знаю, как. Еще не в курсе, сколько им времени дают. Но результаты, конечно, слабоватые сейчас. Но я думаю, что они будут со временем. Все идет со временем. Следите за новостями. Удалось ли кому-то переплюнуть вашего воспитанника? Да нет, пока что еще далеко. Даже тех мастеров. У меня 8 мастеров подготовил я за все время. А сейчас не видно никого. Вот у нас одна девочка кандидата в мастера выполнила. На первенстве России была. Вот последних. Я думаю, что некоторые будут, конечно, выйдут. Ну, пожелаю всем тренироваться хорошо и выступать хорошо. Показывать хорошие результаты. Ну и Виктору, конечно, я желаю здоровья. Всего он тоже у меня пенсионер. Вот у нас все мои ученики пенсионеры уже. Ну, все, во всяком случае, мы встречаемся, общаемся. И, в общем, хорошо. Награждение победителей проходит по итогам каждой дистанции. Эти соревнования дают возможность участникам набраться опыта, повысить свой спортивный разряд и войти в состав сборной края для участия во всероссийском турнире. Этот турнир – один из основных стартов сочинских пловцов для подготовки к чемпионату и первенству Краснодарского края, которое пройдет в январе 2020 года. Также в рамках турнира Федерация плавания Краснодарского края провела краевой семинар для спортивных судей, по плаванию в котором приняло участие около 100 судей. У нас соглашение с Краевой Федерацией о том, что мы являемся неотъемлемой частью в Краевой Федерации. В городе нашем на сегодняшний момент функционируют 8 официальных клубов плавательных соревнований. 5 краевых соревнований проходят в городе Сочи. Ежегодно количество участников прибавляется. Соответственно, конечно, нехватка плавательной воды в данном случае. Конечно, для нас это катастрофическая проблема. Соревнования происходят в каждом городе. Это краевые. Это не чемпионаты и первенства. То есть чемпионаты и первенства, к сожалению, наш город не может принять. У нас именно краевые соревнования. Поэтому это немножко разный уровень. И, соответственно, они в каждом городе проходят. И также наш город приезжают в другие города на соревнования, состязаются помимо чемпионата и первенства. Плавание – это такой вид спорта, он ежегодно прирастает в количестве детей, занимающихся, соответственно, так же самое и на соревнованиях. То есть ежегодно прибавляется количество желающих принять участие в данных соревнованиях. В первую очередь, любому спортсмену нужны соревнования. То есть все время тренироваться без соревновательной деятельности – это очень тяжело, это монотонно. Соответственно, любой старт, неважно, какого он уровня, он ему интересен, он ему приятен, он ему добавляет больше сил и уверенности. Данные соревнования, почему краевые именно, потому что, да, конечно, они могут присвоить себе спортивные разряды. Поэтому для них это дает как положительные эмоции в плане того, что они тренируются и участвуют в соревнованиях, то же самое они также могут присвоить себе разряды спортивные. В состав сборных краев входить – это обязательно официальное соревнование чемпионата Перинсо-Края. То есть данное соревнование является дополнительным стимулом, но главный старт – это все-таки чемпионат Перинсо-Края. Есть соревнования в Краснодаре краевые, в Кропоткине краевые, куда мы обязательно поедем, будем участвовать, в Анапе. То есть как бы расширяется круг городов, которые принимают краевые соревнования, и это очень радует. Поэтому спортсменам есть выбор, куда поехать, в какой город, на какие именно старты. Для каждого возраста, чтобы были отдельные соревнования. У нас город развивается в плане спорта, и результаты растут с каждым годом намного сильнее. Помимо того, что результаты растут, у нас в городе больше становится спортсменов, которые выполняют первые взрослые и высшие. То есть это серьезный уровень. И всегда было и есть. В Сочи славится все-таки стилем брас. Все-таки это немножко такой морской стиль, поэтому брасом, конечно, у нас чувствуется, что дети быстро плывут. Если сравнивать все краевые соревнования, это не обязательно, что приедут все сильнейшие спортсмены. Потому что кто-то отобрался на переносу России, кто-то отобрался на чемпионат России. Соответственно, он сюда не поедет, участок. То есть для этого есть именно чемпионаты переноса края. Все остальные краевые соревнования, но они по рангу, именно по силам, по возможностям, они в принципе одинаковые. В конце ноября в Сочи пройдет еще один краевой турнир, на сей раз посвященный памяти бронзового призера Олимпиады в Мельбурне Харриса Юничева. Юничев жил и тренировался в Сочи. Он был первым советским пловцом, завоевавшим олимпийскую медаль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин